В телекомпанию «Круг» обратились жители одного из дворов Киевского района. Каждый со своей проблемой. У кого-то фонарного освещения нет, страшно с работы возвращаться. У кого-то отопительный сезон толком так и не наступил, а у кого-то придомовая территория не убирается. Виной всему, по словам одесситов, нежелание жеков выполнять свою работу. В этом году по просьбе жителей одного из дворов Киевского района был построен небольшой сквер с фонтаном. Картина вполне живописная и для местного населения является гордостью. Но на этом, по словам местных жильцов, работа жеков закончилась. Жители обратились за помощью в телекомпанию «Круг», дабы привлечь внимание к проблемам в их дворах и домах. В одном из домов по улице Терешковой трубы в подвале наладан дышат. После неоднократного обращения жильцов в свой жек появляется мастер Чини Латай, который перематывает их различными материалами, чтобы они не давали течь. Но действие такой конструкции недолговечно. Замену старых труб пока никто не произвел. Так что пока наши чиновники греются в своих уютных домах, жители просто замерзают. Отопительный сезон, у нас летние батареи, то есть я могу надышать на них лучше, чем они греют сейчас. Струйка вот такая вот горячей воды, за которую мы платим, которая не горячая, а комнатной температуры, скажем так. Подвальные окна, то есть невыносимо это, проходить мимо просто. Воняет нереально, я не знаю, что там эти клаки, то есть ну вонь нестерпимая. Рядом мусорные баки, альфаторы. Ну проходишь, у меня выходят окна прямо на эти баки. Постоянно мусор, то есть эти собаки, эти бомжи что-то пилят, режут. То есть это невыносимо просто наблюдать со стороны, так как это абсурд. Местность около фонтана замечательно освещается, но вот во дворах света нет. Ходить в темное время суток опасно и страшно. Если пройти в более глубокую часть двора, то местечко тут отнюдь не радужное. Раньше площадка имела более лучезарный вид. Сейчас это напоминает кладбище покоящихся с миром гнилых листьев. Но начальник участка номер 7 ЖКС Вузовский Игорь Дубиненко заверил нас, что в скором времени работы по облагораживанию территории обязательно будут выполнены. Также нас уверили, что работы по ремонту парадных, подвалов, крыш выполняются постоянно. На все жалобы сотрудники ЖКС реагируют. Но есть проблема – должники, которые не оплачивают квартплату. Поэтому и приходится действовать в рамках того финансирования, которое есть на сегодняшний день. Если бы жильцы все платили вовремя квартплату, конечно, финансирования хватало бы. На сегодняшний день на каждом доме есть долги 10 тысяч, 5 тысяч гривен. Какие-то дома и по 15 тысяч гривен. Люди не платят. Мы тоже ведем работу с должниками, уговариваем, показываем, делаем взаимозачеты. То есть люди сами выполняют ремонтные работы, предоставляют нам квитанции, бумаги. И мы им вносим это в счет квартплаты. Скажем так, Игорь Дубиненко вызывает доверие. Но все-таки у большинства людей сложилось мнение о ЖЭКах далеко не положительное. Некоторые одесситы предпочитают вообще в коммунальные учреждения не обращаться. Мы стараемся вообще в ЖЭК не обращаться, потому что это очень трудно добиться каких-то вообще решений. К начальнику не пробиться. Люди, которые там сидят, ну не знаю кто они, дворники, уборщицы, но они говорят, приходите завтра, приходите завтра, это вообще ваши проблемы. Мы обращались, то есть, ну как говорится, то есть это бесполезно, мне кажется. Да, все будет хорошо, да, все будет решено, то есть, ну на самом деле это так, чисто отмазки и все. Тем не менее, проблемы есть, и их необходимо решать. Хочется надеяться, что когда-нибудь мнение о работе ЖЭКов поменяется. Но это произойдет только в том случае, если сотрудники коммунальных служб своим честным трудом вернут себе доверие населения. Елена Бачевская, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».